Велимайр, немецкий комендант лагеря военнопленных. Таким его увидел Николай Зайков, художник и иллюстратор книги «Море бьется о скалы». Ее автор Николай Дворцов, узник концлагеря Берген-Бельзен. Архивные кадры. Этот ужас пережил Дворцов. В 61-м году он издал на Алтае книгу, в которой рассказал о чувствах умерших и выживших. Трудно представить себе, через что прошли эти люди. В то же время книга, на удивление, не вызывает чувства ужаса. Наоборот, в ней есть надежда. Возникает чувство сопереживания героям, которые выжили даже в условиях фашистского ада. Потому на белых листах бумаги и появился черный калаш. На пути кульминации Зайков добавляет напряженные портреты и вставляет в композицию фрагменты текста. «Я могу сказать, что, например, для меня Николай Сергеевич Зайков, автор иллюстрации, как художник, он очень близко выразил виденное мною при прочтении текста Николая Григорьевича Дворцова. Но я считаю, что каждый должен составить свое мнение». В тупых глазах и мечта. Правда, не о мире. В Норвегии Майер грезил об украинском поместье, но в 46-м Киевский суд накинул петлю ему на шею. Что расскажут другие иллюстрации, еще можно рассмотреть и осознать. Выставка Николая Зайкова в Гмилико завершится 6 августа. Елена Кузовкина, Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.